Это санузел. Большой простой. Здесь вот будет комната творчества. Шить, вышивать, рисовать, репетиторы. Там установку поставим репетиторы, кто-то будет приходить, чтобы можно было делать уроки, получить детям. Все будет распределено? Конечно, конечно. Каждый из нас рано или поздно задумывается о доме своей мечты. Одни реализуют эти планы, для других они так и остаются недосягаемыми. Но вряд ли кто-то из нас мечтает построить дом для того, чтобы в нем много и тяжело трудиться, чтобы растить там не просто чужих детей, а таких, которым судьба уже вынесла трагический приговор. У меня есть все. Про животных, которые мне теряются. А с маленькими что-нибудь может быть? Пушкать! Пушкать! Шарики крепкие! А шарики они брать? Да. Пушкать! Наталья Кожаева – приемная мама семерых детей. Пятеро из них серьезной формой инвалидности. Обретение каждого – отдельная непростая история. Если бы Наталья не появилась в жизни, например, маленькой Ани, девочки, скорее всего, уже не было бы в живых. Остальных ждал пансионат для инвалидов. Это невозможно объяснить. Это где-то внутри. Я вот вижу ребенка, я понимаю, что вот этого ребенка я подниму. Вот этот ребенок будет жить самостоятельно. Вот этот ребенок не пойдет в дом престарелых. При всей неординарности этой истории Наталья совершенно не склонна к лирике. Она не пытается подобрать красивых слов, чтобы описать свою подвижническую миссию или чтобы вызвать сочувствие. Мне иногда говорят, что замуж... А я, знаете, вот читаешь на форуме, да, там, женщина говорит, я хочу так взять ребенка, муж не дает. И в такие моменты я думаю, как клево, что мне не надо ни у кого спрашивать. Я вот мне стукнула в голову, что я через два дня возьму там парня 18-летнего. Да я поехала. Хотя, конечно, мужчине нужен. Недостаток мужского воспитания, мужского влияния, я это чувствую даже по детям, я это чувствую, что им необходим отец. Давай, считай. Один, два, три, четыре. Сколько? Сколько? Пять! Четыре. Трудности, которые неизбежно возникают с приемными детьми, в одиночку решать практически невозможно. Сотрудники органов опеки – частые гости в этой семье. Их хорошо знают дети, им можно позвонить по любому вопросу. Как только первые дети появились в семье, мы как бы жили здесь, да, общались тесно, потому что понимали, что в любом случае речь идет о судьбах детей. На этом фоне подружились, стали тесно общаться, стали ближе. Если у нас реально хорошие люди, если у нас реально люди, которые на своем месте, которые реально переживают за этих детей. Меня иногда задают вопросы, вот пишут, а как ваша опека относится, вот он там кто-то, например, хочет привезти из другого региона, а ему в опеке говорят, типа, ни в коем случае, вот иди у нас бери. А человеку приглянулся там ребенок, а вообще где-то там в Магадане. Я говорю, меня ни разу в этом не упрекнули. Своих детей Наталья находит в разных регионах. На принятие решения иногда требуются минуты. В детских домах ей почти всегда говорят, что она сумасшедшая, и что из них уж точно ничего не выйдет. Между тем, когда-то прикованный к инвалидному креслу Вова поступил в институт в Москве. Лиза прекрасно поет, Степа учится в школе, а Аня начала ходить и говорить. Три года назад Наталья начала строить дом своей мечты. Говорит, если бы знала, в какую сумму это обойдется, наверное, не решилась бы. Но в детских домах еще так много сирот, у которых нет будущего. И мысль о том, что можно еще кого-то спасти, не дает опускать руки. Вот тот дом, который я сейчас строю на пожертвование, благодаря тому, что люди нас поддерживают, верят в нашу мечту, я отдам тому из детей, который будет брать приемных детей. Если это будет кто-то из моих приемных, захочет брать сложных детей, значит, я этот дом отдам кому-то из своих приемных детей. Но в том доме всегда будут жить дети. Он будет служить именно этой цели, для которой он сейчас строился. Российское движение приемных родителей началось с Самары. Именно здесь в 1994 году образовалась первая приемная семья. Полторы тысячи сирот находились тогда в детских домах города. В то время, конечно, брали только здоровых детей. Малейшие отклонения в развитии пугали людей. К чему мы сейчас пришли? У нас стоят очереди за детьми, даже с ВИЧ-инфекцией. То, что раньше даже близко не было. У нас берут детей-инвалидов, и попадая в семью, это чудо какое-то, они становятся совершенно другими. Семейное устройство детей-сирот и работу с приемными семьями Самарская служба опеки считает своим главным достижением и приоритетом. За 25 лет работы под опеку передано более 8 тысяч детей, в приемные семьи и на усыновление более 3 тысяч. Сотрудники службы очень мало похожи на созданное общество, карающий и надзирающий образ тетки из опеки. Это абсолютно не так. Это вообще, эти слова стоят в нашей службе на последнем месте. Первое место – это сочувствие, внимание, это любовь к людям и любовь к своему делу. За 25 лет Самарская служба семьи прошла колоссальный путь. Все учреждения, которые появились за это время, были ответом на вызовы общества, на проблемы, которые надо было решать. Именно поэтому открылись приюты для несовершеннолетних, центры, семья, социальные гостиницы, лагеря для трудных подростков. В начале 2000-х из Минздрава передали дома ребенка. В 2012-м – оздоровительные лагеря. Каждую из задач служба решала как свою личную. И, наверное, поэтому и получались такие потрясающие результаты. Понимаете, вот надо уметь определить вот это главное, идти к нему и не отвлекаться на различные мелочи. И самое главное, ну у нас других людей, я вот у себя в департаменте не знаю, молить за дело, которому ты отдаешь жизнь. Ведь большую и лучшую часть дня мы проводим на работе. Очень трудно, конечно, работать в нашей сфере. Морально очень тяжело. Понятно, что всегда, каждый день ты имеешь дело с судьбами детей. Сюда человек приходит работать. Тот, который не может быть равнодушным к проблемам людей. И то, что у нас есть свои семьи, свои дети, это во многом помогает нам здесь. Есть настолько позитивные моменты, когда ты даже помогая одному ребенку и видишь, что у него есть что-то положительное в жизни, что он чего-то добился, он к чему-то стремится. Это уже для нас хороший результат. И ради этого стоит работать. В службу семьи Ольга Бесольцева пришла 14 лет назад. За это время появились своя семья и свои дети. Пришел опыт. Не получилось научиться только одному. Как определить грань, где заканчивается служебное и начинается личное. Это, к счастью, нерегламентированное законодательство. Потому что не каждую ситуацию, не каждого человека, не каждую судьбу можно прописать в законе. Слава Богу. И всегда имеет место человеческий фактор. И мы, конечно, не можем подходить к решению каких-то вопросов и уж тем более принимать решения в каких-то трудных ситуациях жизненных просто используя буквы закона. Вот мы привыкли говорить, металлурги, космонавты. У них вот как бы высокие цели. Вот они столько выпустили стали, запустили ракету. А то, что делает специалист органа опеки, это каждый день, это незаметно. Но из этого складывается чья-то жизнь. Дом мечты. Такой адрес у интернет-сайта Натальи Кожаевой. Благодаря ему о миссии спасения детей-инвалидов узнают люди. Уже есть такие, кто последовал примеру Натальи. Благодаря помощи неравнодушных строится дом. Точно так же, вот уже 25 лет, Самарская служба семьи помогает строить и обретать дома тем, кому больше некому помочь. Ждем в гости, ждем в гости на новоселье. Я думаю, что это очень скоро все состоится.